Для оценителей ручной филигранной работы, для настоящих нажиманов у меня отличная новость. Хочу порекомендовать канал Кузницы Барк. Только на канале Кузницы Барк вы найдете отзыв на легендарную фильмку НКВД от Барк, нож разведчика, якутский нож и другие изделия. Каждый день на канале выходят видео тесты ножей собственного производства Кузницы. Подписаться-то однозначно стоит. Ссылку на канал вы найдете в описании. Сейчас также будет встречная наработка. Очень она хорошо используется в Майдай, ими серьезными бойцами. Это работа коленом навстречу, вот ударом руками. Очень опасная вещь. И когда она проходит, ломаются или ребра, или печень отбивается на руках. То есть бой можно закончить досрочно однозначно. Но здесь нужно работать аккуратно и сначала медленно. То есть задача какая? Например, и тебе вначале рекомендую сначала работать под одну руку. То есть я правой рукой все время держу моих два рук от колена. А левой буду ему обозначать какие-то удары, любые. То есть моя задача удар, его задача навстречу, пока моя рука вылетает ровная, вставить свое правое колено, например, или левое. Сначала так же лучше нарабатывать одну ногу, а потом уже чередовать. Очень важна техника выполнения колена. Видите? То есть убрать голову назад, корпус назад, таз вперед и выдавить колено вперед. Для того, чтобы я рукой не доставал. Это то же самое делается в бою. Когда противник бьет, ты убираешь голову и достаешь в ребро. Пробиваешь ребро, когда вытянута рука. Очень жесткая и сильная работа. И так мы работаем под левую ручку. Я начинаю митировать противника, движение. Бью боковой. Бью апперкоты. Бью прямые. Он все время бросает колено. Точно так же под правую ручку. Бум туда. Тут то же самое. В админу нужно не бояться и полностью обозначать удар. Не бояться, что ты сейчас получишь. Для этого нужно начинать все делать вверх. А затем уже прибавлять рабочую, боевую скорость. Хорошо. Так, и тут я уже начинаю руки менять. Я работаю любой рукой. Или правой, или белой, так как мне больше нравится. А он уже старается встречать колен. Вот такая жесткая наработка. Итак, следующая наработка. Это двоечка с моей стороны, да, излюбленная всеми, особенно фастерами. Два прямых, левый, правый. Я партнер работаю два прямых, левый, правый. Задача напарника защититься. Лучше всего защищаться от этих ударов и нарабатывать сбивки и оттяжки. То есть уклоны и приемы в данной ситуации не сильно эффективны. Так как не успеешь ответить, и наработка, вернее, может противник тебя как-то доработает. То есть он защищается. Начинаем со сбивочек. То есть отрабатываю две сбивки. Левый прямой сбил, правый прямой сбил. Меня провалил. И когда делаешь сбивочку, тоже делай полшага назад. Так как нереально, да, я буду валиться, как бы, и поэтому тянуться с двоечкой. То есть я на подскоке два прямых. Раз, два. Он со сбивочкой делает натяжку и сразу правый медлендик отмечает четко в форму. И такая наработка. Я двоечку бросаю. Тан-тан. И сразу ногой получаю ответ. Тан-тан. Задача моего напарника не дать мне попаситься с двоечкой. Как бы заставить меня провалиться. И сразу ногой встреть. И то же самое можно сделать просто с оттяжкой даже без сбивки. То есть, например, левый прямой сбить, а право просто оттянуться. И отсюда сразу нога. То есть вот такие принципы защиты такой. Эп, эп, эй. И туда сразу ножка пошла. И отбойку. Э, 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 э. Я могу делать на скачке, на чемлоке. Как умеешь. Э, э, и сразу ногой получаю. Дальше можно сюда подвязывать еще удары руками. Что будет еще более эффективно. То есть от двоечки закрется. Нога, и сразу нога какая-то. Но это уже немножко сложнее. Поэтому сначала научись делать это. Итак, очередная наработка. Это уже довольно сложная будет наработка. Так как мы будем чередовать два встречных удара. Связывать их вместе. Вот двух прямых скажем так. Сначала мы наработать не хотели. То есть первая наработка это встречный левый прямой от левого прямого. То, что мы делали в первой наработке боевых ситуаций. Раз. Раз, есть. Меня встретили. Я чуть-чуть отошел назад. И я отвечаю правым прямым. Тоже ему сразу. На что он отвечает мне навстречу правым ноуткиком. Раз. Под руку. Да. И старайся нарабатывать это оттенок. Если мы наработали левый прямой. Да, изначально. То правый ноуткик сейчас мы немножко наработаем тоже оттенок. Я правый прямой. Напарник полностью кулочек. Скручивает. Убирает голову. Не дает мне возможности дотянуться. И отбивает мне отборную ногу. Это очень эффективный удар в бою. Особенно против боксеров, которые не ожидают работы ног. Хорошо. А теперь мы это все связываем. То есть работа навстречу. Бум. И лоу-кип. И тот правый. То есть как бы ситуация, что я хочу ударить двоечкой. Да, левый и правый. Только он меня сразу стопает от левого. И от правого. То есть это работа при этом встрече. Я, как боец, да, в бою работаю на воздух. А он меня встречает сначала рукой, потом на дойку. Такая жесткая наработочка, которую мы сейчас поработаем. Наработаем. Хорошо. Еще. Очень эффективно, так как он ударом не получает. И я выкрепаю жестко навстречу. Нарабатываем. Видеокурс «Пады лапы Макевары. Секреты сверхэффективных тренировок». Поставь себе нокаутирующий удар, получи сверхэффективную комбинацию, а также узнай отличный комплекс по физподготовке. Ссылка в описании под видео. Субтитры подогнал «Симон»